Я вас категорически приветствую. А теперь к новостям цифровой экономики. Казалось бы, совсем недавно говорили о том, как директор криптобиржи Binance, канадец Чан Пен Джао, отбился от чиновников в суде США. Геройски выставил в неравном бою с комиссией по ценным бумагам и биржам. Чан Пен Джао доказал, что денег американских инвесторов в глаза не видел, не трогал и уж тем более за границу не выводил. Ну и ситуация сложилась прямо как в известной сказке про Колобка. Улизнув от волков из комиссии по ценным бумагам, Чан Пен угодил прямо в лапы американского министерства юстиции. Свежее расследование началось еще летом. Тогда же наиболее эффективные и ответственные менеджеры Binance гуськом потянулись на выход, не дожидаясь, когда власти возьмутся за контору всерьез. В отставку почти одновременно подали директор по стратегическим вопросам, старший вице-президент по соблюдению нормативных требований и генеральный юрисконсульт. А незадолго до этого еще и бывший сотрудник американской налоговой, которого как раз и наняли на случай подобных разбирательств. В то же время начали ходить слухи о возможной отставке самого Чан Пен Джао. И теперь они таки подтвердились. И вот уже гражданин Джао активно сотрудничает со следствием и признает себя виновным в нарушении закона о банковской тайне, виновным в обходе экономических санкций, ну и виновным в неспособности бороться с отмыванием денег внутри этой самой Binance. Чтобы контору ненароком не прикрыли, Чан Пен уже покинул пост генерального директора. Контора обязуется выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда бакинских. Плюс уже занесли 175 миллионов залога, ну чтобы освободить бывшего начальника из-под стражи. А федеральный суд, кстати, рекомендовал этому самому Джао до оглашения вердикта никуда из Соединительных Штатов не выезжать. Соответствующее заседание намечено аж на 23 февраля. А то ведь как оно бывает, судьи возьмут, да и решат отправить канадца Джао в тюрьму. А он раз и уехал отдыхать на солнечную Кубу. Бегай там за ним с повесткой по всей Гаванне. Так что пущай дома сидит и ждет торжества справедливости. Кстати, совершенно внезапная передача от американских чиновников на днях прилетела известному футболисту Криштиану Роналду, который пару лет назад эту самую Binance активно рекламировал. А теперь вот суд штата Флорида считает, что такой состоятельный паренек наверняка был в курсе, что призывал граждан торговать незарегистрированными ценными бумагами. И теперь за свое вероломство пусть заплатит скромный штраф в размере, приготовься, одного миллиарда долларов. Вот это я понимаю, пробили пенальти. На сегодня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok